Ростислав, есть тема тоже об информационном взаимодействии с оккупантами, с врагами. Украина создает книгу Палачей, специальную электронную систему, где будет доступна вся подтвержденная информация о военных преступлениях в Украине с конкретными именами виновных в этих преступлениях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, это очередной шаг к привлечению к ответственности всех российских военных преступников. И речь идет не только об исполнителях, но и о высшем руководстве страны, которая отдавала преступные приказы. Давайте послушаем прямую речь. На следующую неделю запланирован запуск специальной книги Палачей. Информационной системы, где собираются подтвержденные данные по военным преступлениям и преступникам российской армии. Я неоднократно подчеркивал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся. Создание такой информационной системы длится некоторое время. Это конкретные факты про конкретных людей, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев. Ростислав, ну вот как будет работать эта книга Палачей, кроме того, что упомянутым там людям, ну, возможно, будет неприятно находиться в такой компании? Смотрите, мы должны понимать, на самом деле, как бы я знаю о этой книге, потому что имел тоже, скажем, некое причастие к этой книге. Самый главный замысел, мы должны кинуть клич им и будущим, что мы знаем, кто они, мы знаем, где они живут. Мы знаем все о них. И вот это важный, на самом деле, очень важный психологический момент. Это во-первых. Во-вторых, я могу точно сказать, что все, кто будет в этой книге, они будут расследоваться и будут все доказательства, конечно же, переданы, в том числе, в международный трибунал. И они будут все объявлены военными преступниками. Это второй факт. Третий факт, как бы вам правильно объяснить, эти люди вообще, в принципе, не должны чувствовать себя, знаете, вот больше свободными людьми, спокойно гулять. Они должны всегда оглядываться по сторонам и так дальше. И вот как раз этот момент, в том числе, позволит это решить. Есть еще одна история, она, на самом деле, неофициальная. Мы прекрасно помним после Второй мировой войны, когда был создан такой спецорган, назовем его так, МОСАД в Израиле. Вот я могу сказать, что это тоже где-то перекрестывается с этой идеей, когда люди, в том числе, назовем это так, неравнодушные люди, которые, возможно, отчасти захотят, возможно, мести, смогут увидеть, кто такие палачи, где они были, что они делали и так дальше. В самой, в том числе, Российской Федерации, потому что мы должны понимать, что там не 100% поддерживают. И некоторые люди захотят сказать протест. И, возможно, если сейчас образно говоря, там, не знаю, баллончиком что-то им нарисуют на заборе и еще что-то, это имеет очень сильно психологический эффект как на тех людей, так и на их последователей, которые должны понимать то, что они делают, кто они такие и так дальше. Продолжение следует...